Обновление парка школьных автобусов в Бурятии проходит за счет средств федерального бюджета. Всего за 4 года в нашу республику поставлено 209 автомобилей. Теперь к ним можно прибавить еще 40 новых машин. Мы два года писали заявку, чтобы у нас был автобус, потому что у нас сельская школа маленькая, но мы постоянно везде участвуем. У нас для детей все есть, эти секции, борьба, футбол, волейбол, стрельба из лука. И культура очень у нас развита в селе Цагатуй. Постоянно ездим, участвуем на республиканских соревнованиях. Новые автобусы дадут возможность детям из отдаленных районов Бурятии выезжать на соревнования, а ученикам из пригорода беспрепятственно добираться до школы. Трабугатайский район – это пригородный район, такие населенные пункты, как Нижний Сын, Туй, поселок Николаевский. За последние 10 лет они сильно разрослись, появились новые территории ДНТ. То есть люди приезжают, селятся, строят дома, увеличивается количество детей. И наряду с потребностью в строительстве новых объектов образования появляется и потребность в подвозе детей. Поэтому сегодня вот эти три новых полученных автобуса, они, конечно же, не в полной мере, но тем не менее решают вот эту проблему комфортной доставки наших детей до образовательных учреждений. В автобусах предусмотрены четырехточечные ремни безопасности. Специальные крепления для рюкзаков, ограничитель скорости движения до 60 км в час и климат-контроль. Обеспечение школьными автобусами – это очередной важный шаг в развитии модернизации образования. И таких шагов сделано уже немало. У нас открываются центры технического образования, акваториумы, асториумы. У нас капитально ремонтируется все больше и больше детских садов, школ. Сегодня вручаем целых 40 автобусов новых, школьных, хороших, теплых, комфортных, чтобы нашим детям было удобно. Чтобы наши дети могли думать только об учебе и о друзьях. И не думать о том, как до школы добраться. Автобусы общей вместимостью в 907 мест отправились в Бургузинский, Бетюрский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский, Кижингинский, Курумканский, Кягтинский, Муйский, Мухаршибирский, Акинский, Прибайкальский, Селингинский, Трабогатайский, Тункинский, Хоринский районы и в Севербайкальск. Андрей Слепнев, Наталья Горшкова, Алексей Ромашов. Новости дня. Новости дня.